Так, решил я снять ролик такой вот. Всем доброй ночи. Время у нас уже пол второго. Вашбран гитара D21. Я её делаю. Готовлю к продаже. Буду продавать. Покупал я её в Мир Музыки в августе. 2017 года. За четыре девятьсот с оценкой. За эту трещину. И пятка грифа отходила в этом месте. В общем, это весы к мастеру. Мастер там делал. Я сейчас всё покажу. Ролик для чего снимаем? Ну, просто я сейчас здесь изнутри гитару сниму. Не многие, наверное, видели гитару, как она изнутри устроена. Это фишман, звукосниматель. Преамп и пьезодатчик под нижний порог. Это я отдельно покупал, вставлял сюда. И там вырезал корпус. Вырезал. Колки отдельно покупал. Готовские. Сюда вставлял сам. А вот родные. Хромированные. А это позолоченные. Японские. В общем, сейчас покажу, как она внутри. Ну, сама гитара раритетная уже. Модель уже давнишняя. Какого года выпуска, даже не знаю. Но, судя по каталогу, который я смотрел, они что-то в 80-х годов уже. Эта серия гитар с 80-х годов не выпускается. По этим шильдикам может кто-то что-то и может опознать. Я так и не понял, что это такое. Ну, понятно, что модельшины все важные. Верхняя гитара здесь массив ели. Именно поэтому тут образовалась трещина. Вот. Боковая гитара обещика и задняя гитара палисандр. Гриф красный. Из красного грифа сделана накладка палисандр. Изначально на этой гитаре были обычные пластиковые порожки. Верхние и нижние. Сейчас их здесь нет уже. Я их снял. Как и колки. Снял, потому что я просто демонтаж делаю. А так. Вот нижний порожек, например, это кость. Натуральная кость. Я их по поводению. Так. Ну что. Я залезу тогда внутрь гитару. То, что обещал. Телефон может быть поворачиваться. Не знаю, как это там. Автопару. Автоповорот. Но пока буду. Осторожно. Случить сначала по сторонам. У меня вот заряд батарей ниже 30%. Мне хватит на то, чтобы объяснить. Так. Смотрим. Вот здесь вот. Меня интересует. Вот она трещина. И как она идет вниз. Ну, не желает. Ласточкин хвост. Так. Смотрим. Пускай дальше. Пустил. Давил практически до самого низа. Теперь по кругу покручу. Так. Левая сторона. Правая сторона. Как и что там видно. Теперь передняя сторона. Там, где пятка отходила, она не сходилась и мастеру пришлось идти на такой шаг. Он мне, конечно, сказал об этом. Он поставил вот такой саморез. Чтобы стянуть корпус с пяткой грифа. Ну, анкер вроде бы регулировался. Вот, чтобы поговорить. Ну и монтажное отверстие. Для того, чтобы крепить тамбороблок. Так. Смотрим. Теперь я просто покажу, насколько гриф. Не получится это что-то. Не получается. Тогда сейчас вот отсюда посмотрим. Подставка тоже маленько отходила. Так. Потому что так. Подставка тоже маленько отходила. Мастер ее тоже приклеил. Какой-то деревянный клеил. И отдирается. Все нормально. Смотрим. Ну и теперь. Смотрим. На деку. Ой, на деку. На гриф. Ровность грифа. В районе 14-15 лада. Идет горб. Там понятно. Вот. Это и так видно. Неверном газом. А конкретно это вот. Вот здесь. Ладно. Заканчиваю свой ролик. Буду сейчас вешать хромированные колки. Здесь я уже. Один лопом промазал. Штат пятой формулой. В общем все такое. И буду готовить к продаже. Купил за 4 900. Надо продать 1000 за 4. Ну чтобы небольшие потери были. Ну вот это технологическое отверстие конечно мешает. Мешает продать без потерь. Ну хотя бы три с половиной. Крайний случай. Буду придерживаться сначала 4000 минут. Все. Всем спасибо. Вот такой вот ролик. Не. Не. Традиционный. Не такой как все. Это первый ролик мой такой. связанный с предпродажной подготовкой инструмента. Всем доброй ночи. Всем доброй ночи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.